Возвращаемся на замечательный матч между командами Павага и Эмпайр. Счет 1-0, имперцы ведут. Довольно-таки легко они разобрались с соперником в первой игре. Напомню, что победитель сыграет с победителем параллельной пары, где играют Зе Панга и команда Скрина, новоиспеченная с названием Ачин Сити Эспортс. Но не буду говорить результат параллельного матча. Если интересно, посмотрите на первом канале или, если вы смотрите в записи, чтобы не спойлерить. Ну что ж, во второй игре начинают нас имперцы с лича. Такой универсальный, хороший ферст пик и почему бы не добрать Джиггернаута. Ну вот эта дабла, конечно, действительно очень-очень жесткая. Интересно, как она будет выглядеть против Дарксира. Все-таки она обычно сильна, потому что от нее невозможно убежать. Но Дарксир попробует. Так она будет сильна тем, что Джиггернаут в Блэйд Фьюри убивает крипов под Ион Шеллом. Это да. Да и вообще, под первым Суржем я не уверен, что Дарксир... Сейчас Сурж не как раньше там дал себе и побежал 550. 5-2-2 раньше ты бегал. Да, ну а сейчас зачастую даже под Суржем не успевают убежать Дарксир. Ну на первом Сурже, да. Без тапка тем более. То есть ты не получаешь дополнительной скорости настолько высокой, чтобы убежать. Ну если там будет Nova плюс Frost Shield, то точно не убежишь. А так Дарксиру просто нужна хорошая четверка. Они вдвоем зайдут там за вышки и будут нормально качаться. Четверка будет гонять Лича, а Дарксир получает фарм. Вот и все. Но в таком случае Джиггернаут на фрифарме. То есть он всех крипов добивает и фулл экспу получает. Что-то, в общем-то, ну как бы не очень круто тоже. Да, ну у Магнуса не будет. У него в этот раз уже Террорблейд Медуза. Два героя, с которыми не хочет играть Империя. Ну, Павага могут в этот раз сами забрать Лайфстилера, если хотят. Ну, точнее, они на предыдущей карте тоже Лайфстилером играли. Сейчас они могут сыграть еще раз. Потому что Лайфстилеру под Ивеншеллом и под Суржем намного проще убивать героев. Но они берут Сларка. Тоже хороший выбор. Сларк давно считается контролью к Джиггернауту. Контролью он является потому, что ты не можешь его убить Умнислэшем. Ну, вроде как. Ибо у него есть Shadow Dance. Это теоретические такие все выкладки. Но на деле там бывает по-разному. Ну, на деле бывает, что Сларк проиграл линию Джиггернаута на фрифарме с артефактами и через вар тебя пушит. На деле бывает, что ты на Джиггернаута нападаешь, он в Блейдфьюри уходит, потом разворачивается и дает Умнислэшу твою команду. Она вся умирает, а ты в Shadow Dance уже один ничего не можешь сделать. Или просто куча слотов. Просто Джиггер в лейте с кучей слотов, он с Умнислэша настолько быстро урон наносит, что там некоторые среагировать даже не успевают. Ну и не говоря о том, что помимо Сларка есть еще куча других целей. Не обязательно убивать Сларка первым. Сларк-то тоже на самом деле Джиггера первым убить, ну, ему тяжеловато. Блейдфьюри опять же уходит. Да, это правда, да. Блейдфьюри в этом плане помогает. Так, Сларк есть. Дазл пока непонятно на какой позиции. На пятерке, скорее всего. Ну и стандартная четверка. У Паваги пока драфт такой исключительно паберский. Ну, обыкновенные герои, скажем так, у Паваги. Зайдешь в матчмэкинг таких можешь, вот именно вот такой связ, вот таких вот героев, ты можешь увидеть раз, наверное, 10 из где-то 40 игр. Вот тебе серьезно абсолютно говорю. Там, может быть, один герой будет меняться, там, вместо Сларка какой-то другой кэри. Но, типа, пятерка Дазл, четверка Туск и Хардлейн Дарксир — это суперпопулярные персонажи. Они прям из игры в игру просто кочуют, и у Паваги в этом плане драфт вообще, то есть, никакой не сенсационный. У Эмпайр, в общем-то, тоже новых каких-то интересных героев мы не видим. Девауэр, просто потому что персонаж Слэрк и Рубик. Немножко он, я, честно говоря, даже не знаю, ослабили его, усилили, непонятно. Он против Сларка очень хорош, потому что ты можешь взять, во-первых, Форстав, ты берешь пику на Девауэрре, обычно. Хотя, не берешь в последнее время, но ради того, чтобы... Ну, ему просто для темпа что берут на Девауэрре? Два нуля Транквилы, Кайя Яша и там БКБ Хекс, вот как-то так. Ну, да, понятно, что Мидас ты хочешь покупаешь, хочешь не покупаешь, зависит от твоих личных предпочтений. Но учитывая, что ты будешь играть против Сларка, я думаю, что пика — это нужный артефакт для УД. Ну и плюс он астралом может спрятать самого Сларка, может спрятать ту цель, которую он пытается пробить, находясь в Шадоу Дэнсе. И ни статы постакать, ни дэмэдж какой-то нанести у Сларка не выходит. В конце концов, можно там спрятаться самому. Так, ну и имперцам нужен какой-то хардлейнер на линию с Рубиком против Сларка Даззла. Контактный хардлейнер тут не поможет, потому что Даззл и Сларк, они в лобовом столкновении, мне кажется, слишком легко будут драться почти с любым героем. Милишником, я имею в виду, там под поездом тачем, у тебя еще и статы будут отгрызаться, короче, не очень комфортно размениваться. Но учитывая то, насколько плохо по ваге отстояли прошлый матчап, я ничему не удивлюсь, если сейчас Эмпайр заберут, ну не знаю, там, что-нибудь стандартное, типа Кентавра, например. И при этом смогут выиграть лайн свой. Глядим. Кентавр-то, кстати, вообще есть? Есть. Ну не забавно. Самый такой бесконтактный герой, хороший бесконтактный герой, это Дарксир. Но Дарксир уже в пике врага, есть Энигма, но это непопулярный герой, и я не думаю, что имперцы им будут играть. Еще есть тоже герой непопулярный. Вот если бы у меня стоял выбор, вот, кого бы я хотел, вот, чтобы точно, так сказать, линию не проиграть, это вот один из этих трех героев. Но учитывая то, что Дарксир в пике врага, то Эмпайр приходится, ну, выбирать либо из этих двух, либо они могут выбрать какого-то милишника, с расчетом на то, что он потом будет полезен, и за счет его какой-то способности, которая будет помогать либо убивать врага, либо спасаться от его фокуса. Идеальный герой против Сларка — это Faceless Void, кстати говоря. Но вот только не жадно ли это? Потому что Void как Hardlaner, он обычно просто ставит хроносферу и все. У него артефактов никаких нет. Этого может быть мало. Да, и тяжелая ситуация, дума, нет. Дарксиру врага. Кентавра не хочется, Слардара, мне кажется, тоже не хочется. Тяжело. Слардар не так плохо, кстати говоря. Но вообще, вообще еще есть Никс, это не совсем, как бы, такой герой хороший против Сларка Дазл, но Дарксира коперт. О, видишь? Я же говорил. Аналитика. Да, ПАК залетает. Я просто, знаешь, учитывая то, что болею немного, мне кажется... Боже, какую же я ерунду несу? Но только что Empire дали мне понять, что все не так уж и плохо. У тебя там 39. Что? У тебя там 39? Нет, ты 37,2, но ты же знаешь, как это бывает. Когда у тебя температура 39, ты готов пахать, я не знаю, и разгружать вагоны железные. А когда у тебя 36,7, то, дорогая, вызови мне скорую и нотариуса, пожалуйста, тоже позови мне. Это немастные истории, но на самом деле, когда у меня 39, я готов умирать, по ощущениям, мне прям очень плохо. Кстати, я не помню, мне, наверное, только в раннем-раннем детстве когда-то я, может быть, болел так, чтобы у меня была температура 39. А так у меня... Ужасное состояние. Ну, я могу себе представить. У меня было 38, как-то мне было плохо очень, да. Ну, больше быть не может, но и на самом деле это так, потому что, если чуть больше будет, ты уже ничего не почувствуешь. Ты, наверное, уже будешь просто валяться в каком-то бреду, вот, и тебя там будет тряпочкой только протирать. Поэтому, пока ты еще можешь угадывать паков, ты еще... Знаешь, только что ты сказал, ты будешь валяться в бреду, и тебя будут протирать тряпочкой. Это очень похоже на плохого аналитика какой-нибудь студии. Потому что, ну, типа... Ты не говоришь, ты сейчас сказал, что в бреду. Нет. Да-да-да. Ваг во флэйне. Лон, друид. Я хотел просто сказать, что, ну, типа, протирать тряпочкой это отсылка к мебели, но ладно. Я думал, что ты сейчас скажешь, а что если я уже валяюсь, и мне все это кажется, да? Может быть и так, да. Снится, что я комментирую матч по фагу против... Я такое мог бы подумать, если бы комментировал матч команды скрина, и они бы побеждали. Вот. Но пока все вроде как в порядке. Я не стал спойлерить результат параллельного матча, но там, мне кажется, несколько человек себя ощущают в подобной ситуации. То есть ты скрин выиграл? Ну, вроде как, да. Все-таки заспойлер. Вообще, вообще, нам же лучше, потому что мы комментируем матч проигравших, если нам достанется... Да, я бы скрина покомментировал вообще с удовольствием. Витюн, Шису, Юнасомфан, Кьюб и Скрин. Когда еще такой состав можно будет комментировать? Ачин, Сити и Спортс. Шикарная команда. Да, ну а мы возвращаемся к Империи и Паваге. В первой игре Павага прям как-то совсем выглядело неважно. Прям, ну, прям вообще. Прям вообще совсем. Ну вот, а в Империи все в порядке. Они там только суппортов отдавали. У Коров было все хорошо. Сложные линии выигрывали. На линиях, где они проигрывали, там, слишком сильно не фидели. Пангалиер ушел, просто начал помогать на линиях. И все получилось. То, как отстоял Пикачу линию, сомневаюсь, что можно отстоять лучше. Ну, против Пангалияр. К сожалению, для него на линии все и закончилось. Левел 6 против левела 3 на центре, ну, то есть лучше никак. Лучше, если только враг просто линив. От Тильта. Так, интересно, Блэк Архангел написал ГЛХФ, что бросается буква F. Мемная. Лоунд Руид. Что ты скажешь о Лоунд Руиде? О таком герое замечательном. В матчмейкинге очень сильный. В Кэптонс Модде что-то как-то не показывает хороших результатов в последнее время. Все игры, которые я с Лоунд Руидом смотрел, были закончены не в его пользу. А в чем его сила в матчмейкинге? Ну, потому что он жирный, просто прет и ломает тебе все. То есть он выигрывает линию в большинстве случаев, а потом просто идет и давит весы. Наверное, в этом сила как раз в одном и слабость в другом. Ну, никто не даст ему просто вот так вот взять и сломать в Кэптонс Модде. А остальные его стороны не такие уж и крутые. Ну, по Ваге взяли Лоунд Руида с расчетом на то, что они выиграют Деваурора на центре. Если я правильно помню драфт. Ну да. Вот, то есть очередной раз они делают ставку на то, что Пикачу выиграет свои лайн, и они смогут как бы доминировать в мидгейме. В прошлый раз у них не получилось. Но в прошлый матчап был более сложен для Митера Эмпайр, нежели чем нынешний. Тут можно, да, развернуться. Ну, как-то да. То есть там даже если ты начнешь проигрывать, то есть Медведь возьмет там пятый уровень, прокнет разочек интенгл, или как он там называется, эта штука. И ты останешься без КП. Ой-ой-ой, тут проблемы у Чешира, это ФБ на Дарксире. Ну, вот эта линия уже начинает наказывать никаких... Тут надо за вышку заходить. Тут нельзя так играть. Вот, надо сделать следующее. Либо сделать так, чтобы Туск зонил Лича, а ты его спамил, щитки и фармил. Либо просто зайти за ТВРа. Как же его отзонишь с нулевой там? Как обыкновенно. Вешаешь щиток Дарксиром на Туск, а Туск идет с ним в рукопашную. И у Лича только один выбор. Бежать. Все. Он не может с ним драться никак. Да он и без щита с ним драться не может. Ну да, но я к тому, что это же не помешало бы кидать нового, просто там выходить, кидать нового Дарксира. Как и было, собственно говоря. Ну, Дарксир в итоге пулит Крипчиков. Да. Нашел свою нишу. На этой линии так. Бигнум. Да, Бигнум получает по голове. Так, тут какая-то у нас... Линия сместилась куда-то за Тавр в лес. Ой, Дарксир, Сурш использует. Ну все, убежал, убежал. Убежал, конечно, Тиктем... Тимтек, господи. От Бигнума. Ну ладно. К верхней линии мы еще вернемся обязательно. Тут пока возня такая, ничего не понятно. Кто от этого выигрывает. На миде 6-6 на 6-2. Ну, собственно говоря, у Котаса все совсем не так плохо. Он постоянно прячет Мишку и фармит. И ласт хитит сам, да. Так, ну а на миде, извините. Причем у Котаса периодически там. 7-0 против 8-4. Тоже более-менее. Ну пока тяжело сказать, кто лучше постоял. Сверху ничего не ясно. Снизу ничего не ясно. На миде еще слишком рано. Дарксир действительно пытается выпуливать здесь как-то. Имперцы большие молодцы. У них хороший полгероев. Обычно команды вот там Тир-2 какого-то уровня, они... И составы Тир-2 уровня, они могут теряться, да, в таких моментах. Если твой хардер не имеет в пуле какого-то пака, то здесь имперцам бы пришлось пикнуть какого-то стандартного милишника, типа Кентавра. И этот Кентавр бы терпел. Так, конечно, Сларк фармит и фармит хорошо, но при этом и Моден фармит на паке на своем. И это очень важно, чтобы твой хардлейн не был проигран вообще в слатье. Пытаются пробить J4, J4 может умереть, кстати говоря. Хилл у него будет, у него 5 стиков. Арба. Грейв. Очень вовремя получил Грейв. Стики также использовал Союз. В итоге выживает Даззл, а вот Рубик нет. И Сларк получает первый перманентный стакан. Кстати, хочешь любопытное наблюдение? Угу. Не, давай лучше так, давай я тебе загадаю загадку. Давай, давай. А что будет? Что будет? Если Виномантер намажет Гейлом героя, а Сларк задинает союзного героя, он получит статы со Сэндшифтайлиги? Очень интересно. Но, наверное, Я был в шоке. Наверное, было бы мемно, если бы получал. Так он получает. Он получает. Реально получает. Ну, я был в шоке. С этого. Так это же можно, типа, специально фидить своего Сларка своими же статами. А он потом выйдет такой грозный. Должен именно добить или просто там сделать? Да, да, да. Именно, ну, то есть, сделать так, чтобы Динай был. Ну, это очень странно, потому что... Под Умом, соответственно, и под Умом, и под Гейлом, и под ножом Квапы, и под всеми вот этими скелами то можно ждать героя. Это очень странно. Я не понимаю, почему. Ведь должна пассивка действовать обязательно. Если ты пассивку не вкачаешь и убьешь врага, тебе не дадут стат. По идее нет. А тут как-то... Как это вообще? Так, нападение на J4. Здесь бодиблок. Очень неплохой бодиблок от Саюша. Четыре стика есть, но не нажал. Кстати говоря, нажал бы, мог бы повесить Грейв. И там еще потянуть время. В этот момент Тасик, Сноубол пошел на верхней линии. Пытаются добить Тасика, но Крепы вообще ни в какую, просто ни в какую не хотят обращать на него внимание. И Джаггер забирает фраг. Много беготни, конечно, у Джаггернаута получается, но все равно топовый Крепстат у него. Не отходя от кассы, еще подфармливает, потому что баунтируна. А, круто, он оставил одного Крепца, чтобы загадить спаун. И что, три баунтируна? Да, второй лайм подряд, Dream на фулл фрифарме. Это плохо. Ну, то есть, это претензия к четверке и к тройке, в первую очередь. У Бигнума вообще ничего не получается. И у Чешира в этой игре пока тоже, но с него пока и спроса нет. Дарксир. Так, Даззл выходит на мид. Кстати, очень неприятный герой для ОД. Со своим этим ядком. Помазать его может. Напрячь. ОД делает Мидас. Три нуля талисмана. Три нуля, да, Мидас. Ну, пока покупает тапки. Бигнум находит Кодоса. Мешает. Дарксир рядом. Так, а что по Аркане у Рубика здесь? Пятый Юж. Да. Пятый Юж и Рейнсу. Ну, все. Ну, как мы видим, не в уровне счастья по прошлой игре. Палантимас? Чё-то как-то стесняется. Выходить. А, понятно. Понятно почему. О, и фласку использовал никуда. Печально. Грубейшая со стороны Палантимаса. Ну, сейчас шестой скоро будет, конечно. Но все равно, вот, ему сейчас бы использовал фласку. И до шестого дожил бы без проблем. Тем временем, Умнислэш пошел от Джаггернаута по Чеширу. Ну, отличная игра от Дрима. Я вообще не узнаю Чеширского кота. Он, вроде, очень опытный игрок на Dark City. Я видел несколько игр по ваге. Своим Джаггером. Хотя и в прошлой игре он тоже убил Найт Сталкера, на котором играл. Ну, видимо, он очень хорошо чувствует своего героя. Смотри, берет билд через фейзы драмы. Возможно, мы увидим что-то новое. Как раз вот этот билд через... Через Радианс. Манту Радик. Да, он именно так и начинался. Он начинался через фейзы и барабаны. Действительно. И, как бы, потом я почитал, что это вообще не новое. Мне там спамили, что это билд Нексуса. Ну, я, конечно, не стал спорить. Кто я? Да, билд Нексуса я наслышан. Я как-то играл с Файкером. И он на Сайлансере после тапка сразу начал хекс рашить. Я говорю, типа, Иван, ну, как бы мы выигрывали. Вот я говорю, Иван, это что за пранк? Говорит, ну, мне Нексус сказал, так надо делать. Ну, как видишь, некоторые штуки заходят. Чешир! Чешир умрет сейчас. Да, да, да. Смотри, он... Не успел отбежать. Да, он даже на самом-то деле на втором сооружении может убежать. Это Джаггер, у которого Фейза есть. У него нет тапка, второй сурши. Ему не спастись и плейт Фьюри. Ну, Винд Лейс еще так немножечко добавляет. Вот, на самом деле, вот этот Винд Лейс, он и помог сейчас. Потому что вот эти вот двадцаточки мувспида, она очень сильно зарешала. Да. Ну что, ОД, мид не проиграл. Отлично отстоял в итоге. Седьмой уровень против седьмого. Количество крипов такое же, как и количество ласхитов Пикачу. Там, наверняка, какие-то нейтральные крипы есть, но разница в Нетверсе это не делает большой. Бьют мишку маленького. Синистер Гейс. Ой, какой хороший Синистер Гейс, да. Ну, он слишком быстрый и слишком мало пока урона. Но вот, как бы, медведи уже начинают потихоньку объяснять. А, лич еще и под Аркан Руной, поэтому... Он особо ничего не потратил. Дрим, восьмой уровень. Топ Нетверс на карте. Причем с очень солидным опережением. Пока Чешир замахивался, он успел уже половину ХП потерять. И пошел он не слэш. Не, не добьет. Здесь, да, очень хорошо подошел таск. Но, на самом деле, Чешир в любом случае не погибал. Вот так вот. С другой стороны, что это меняет? Чешир все равно просел очень сильно по ХП. Там у него остался один заряд. И как только он подойдет, Дрим нажмет Блэйд Кьюри и закрутит его. А, теперь Барабан. Теперь он точно не убежит. Под включенными Барабанами. Ну, Дрим следующим артефактом хочет Диффуз себе взять. То есть это не Яша с выходом в Радик, а пока Диффюжн Блэйд. Интересно зачем, интересно почему. Так, слушай, а Дарксиров Сурджи тоже замедляет? Можно замедлить, да, этим? Я так тоже думал, но по идее не замедляет. Не, не замедляет. То есть у него скорость не максимальная, но замедлить его нельзя. Хороший вопрос. А замедлить, по идее, должно быть можно. Да, невозможно замедлить. Но почему Кьюс его не замедляет? Невозможно замедлить. Нельзя? Написано, да. На скилле. Не сурджи конфлист лоут, а не сурджи эффекта изрыва. А, я понял. То есть то, что мы там говорили на аналитике, что фрошшилл, там все дела, не особо помыкнул. Да, наверное. Ну что ж, век живи, век учись. На аналитике здесь, думаешь? Ну да, да. Да нет, в моем случае, как бы, сурджи не бесконечное. Немножечко поддамажил, поддамажил, подзамедлил вот этим эффектом. А потом уже так. Баунтируно, баунтируно. Моден забирает одну, моден забирает вторую. Две. Массовые телепорты наверх. Здесь Рубик. Видит Таска. Поднимают его. Таску ускоряют. Ну да, видишь, он не замедляется. Не замедляется, но... Тут на самом деле... Джаггер все равно. Был очень-очень близко. Теперь на Дарксира. И Дарксира немножко покусать. Очень агрессивен. Вот на самом деле, конечно, с одной стороны он так агрессивен. Он там может что-то пропускать. Но с другой стороны, стоять против такого кэри очень тяжело. Вот и морально. И вообще, как выносить свои шмотки, когда он постоянно тебя вот так давит. Нападение на друида. Тот кастует Север Шрор. Поднимают воздух. Пак уже здесь. Мишка тоже застанился. Нет, все очень криво. У пака все потрачено. Можно спрятать. Прячет пака. Хорошая игра. Джаггер порталится в мид. Да. И отменяет. Но отменяет, да. Да не нужно этого делать. Нет, Дрим, конечно, очень агрессивен. Но нужно как-то поумерить свой пыл иногда. И вот сейчас он правильно не спортаился. Потому что можно подпушить вышку. Просто он в таком случае отказывается от фул фрифарма. Ради каких-то туманных перспектив убить героя на мид. Там вообще ничего там не получилось. Ну да. Все потрачено. Медведь через Радианс будет играть. У него уже летит мидас. ООД тоже уже есть мидас. Пак возвращается вниз. Фармит блинк. А Сларк? Сларк пока разгоняется потихоньку. А Джаггер, он отстает. Прилично. Фортификэйшн сверху. Ну вернее, фортификэйшн по всей карте. Я вчера узнавал способы убить крипа под фортификэйшн. Оказывается, есть несколько. Так, вот этот супер ускоренный кентавр получает Синистер Гейс. Пытаются сделать с Джаггернаутом, но он просто убегает. Представляется лич. Успевает дать чайник. Хорошая игра, опять же. Не стали представлять своего Джаггера. Здесь было много героев оппонента. Даже вот в теории не дали никакого шанса его убить. Короче, вражеского крипа под фортификэйшн можно убить либо мидасом, либо стрелами дровки. Вот из проверенных. Больше пока ничего не нашел. Не знаю, зачем вам это может пригодиться, но вдруг. И кстати, я не уверен, что второе это не баг. Падает верхняя вышка. И продолжают свою атаку. Так вот здесь Павага начала играть первым номером. Снова Палантимос игнорирует мидас. На герой, на котором мидас популярен сейчас имеется. На Сларке тоже сейчас очень часто берут мидаса. Тобсон играет с мидасом. Кого-то я еще видел тоже. Нападает на лича. Хорошо. С появлением Кентавра очень все сильно изменилось. Пошел Ломни Слэш от Джиггернаута. Улетает частично в Кентавра. Джей Фо крестит. Очень хороший минус сделали на паке. Кентавра с Доминатора добивает. Можно считать это первым фрагом. Ультимейт от Диваура хорошо подхиливает его Рубик. Но урона пока недостаточно. Погони за Пикачу. Здесь Пикачу последний удар остается. Пока что забрали только Бигнума. Нет, Пикачу не убежит от Джиггернаута. Ну и еще один фраг в итоге. Сурж ворует у нас Рубик. Смогут ли подцепить Сларка? Нет, Сларк в Шадоу Блэйд уходит. А я так понимаю, Сларк вообще только ушел. О, только пришел. Да, да, да. Сларка там в принципе не было. Но он дофармливал Шадоу Блэйд свой. Ну, он там что-то как бы пришел, что-то поделал. Но особо ничего интересного не идет. Ну, якобы сейчас Палантимос должен представлять угрозу для Рубика и для... Лича. Посмотрим, удастся ли ему хоть один какой-то фраг сделать. Ну, кстати, Пак же тоже чувствует себя довольно неважно. Да, он может улететь на... Нет, он может улететь на арбе. Может улететь, да. Да. О, Рубик ускорил себя и ушел. Жесть. Очень обидный сейчас для Сларка момент. Он, по-моему, там еще подблочился как-то. Или поверил, что убьет. И в итоге и не добил. Да, это очень-очень печально. То есть, я правильно понимаю? Он не может уйти в шифт, но на арбу может прыгнуть. Да. Прикольно. Прикольно. Да, вот эти, конечно, с пылы, тонкие моменты с нападения на Джаггера. Джаггер, есть ли Блэйд Фьюри? Да, есть Блэйд Фьюри. Его, конечно, замедляют. Валрус панчем, но ему дает Суршин. Просто как бешено несется в своей крутилке. Крипас Доминатор очень хочется добить. Дарксир останавливает. Крипс Доминатора погибает. Плюс 200. Ой, как застрял-то здесь Дарксир. Его в тюрьму просто закрыл. А, его собственный таск закрыл. Бигнум, ну что ты будешь делать, а? По поводу Сларка и Пака, я почти уверен в том, что на арбу надо улетать. Я потом проверю. Ну, я просто недавно играл как раз с матча Пака. Да, мне тоже кажется, что можно. Можно, можно. Можно. По идее, должно быть можно. Эта механика Лиша новая, она еще не так очевидна. Да, она вообще не очевидна. Например, то, что Тимбер тоже может использовать. Ты же помнишь этот момент на квалификациях, ну, точнее, на групповой стадии к Чунцин Мейджору, где Энигма дал БКБ и делал тэп-аут. Пак дал ультимейт и сбил. Ну да, я помню другой момент. Да, и вот мы общались потом с Фогидом. Вот, он сказал, что он был просто в шоке. Так, тут Палантимос нападает на Кодоса. Кодос. Хороший Астрал, отбегает. Все. В итоге отдадут только Лича, по идее. Лич, Чайник. Чайник, кстати, дэмэдж какой-никакой здесь нанесет. Ну, тут лучше не драться, наверное. Как-то все у Шочи плохо работает. Моден. Ну, Моден уйдет у него блин. Хотя, тычку он не задул. Ааа, Джаггернаут здесь. Он заманил на Джаггера. И у Джаггера второй ультимейт. Это очень неприятно. У Д очень сильная ульта. У Сларка не остается маны. Получает арбул. В последний момент там на стиках как-то ему хватает для того, чтобы уйти в Шадоу Дэнс. Но при этом погибает Лондруид от Джаггернаута. Там уже монстр килл. Безумство. Я слабо себе вообще представляю, что делает Палага. Вот в этих во всех ситуациях. Сейчас Чеширский год пропушит. Смотри. Не было Дарксира в боте. То есть нет стенки. Дарксир сейчас это главный вообще ДПС-герой в пике Палага. Его и он шел, и его стенка. Вот тот ДПС, который Палага мог делать. Медведь фармит свой Радик с Медасом. Что он пытается там делать? То есть вы пришли, забрали каким-то чудом Лича, смогли убить Лича. Все, надо бежать в разные стороны. А эта драка затянулась слишком надолго. Куда ты побежал Даззл за каким-то паком? Его настиг Джаггернаут, убил. Да, причем пак просто байтил. Он специально там никуда не уходил, потому что подходил Джаггер, и пак просто подождал. Сейчас что-то есть и золото здесь для... Ну, хорошо, конечно, Чеширский код переманивает другого кентавра. Но это все равно, по идее, 200 золота. Ну, тут опять драка какая-то начинается. Да, Лича могут забрать. Хорошая стихика. Крипа с Доминатора убили, но Кодус должен умереть. Хорошо. Вовремя подключился Бигну. Вот он, Дарксир, пожалуйста. Да, Крипс с Доминатора, его стенка, это реально жестко. С Дарксиром, как бы, можно делать фраги. Если Дарксира нет в тимфайте, не надо там драться вообще. Отдайте одного-двух героев. Дарксир просто без команды может делать фраги, как мы увидели. Так, заходит в спину пак. Сейчас довольно опасный момент, потому что Джаггер может какой-нибудь прилететь. Ооо, что-то пак сыграл неосмотрительно. И пак сейчас могут подцепить. Медведь, шифт, пять секунд еще. Но пак здесь прям вообще... Да, вот. Только что. Полетел. Но все равно умер. Полетел. Грубо ошибается модем в этом моменте игрового. Так, Джаггер пытается загнать Сларка, но Сларк спрыгнул. Но у Джаггера, конечно, очень много. И вот знаешь, Дрим прям... По-моему, Дрим идеально чувствует эту игру. Конечно, не знаю, как у него там в итоге будет все. Но что-то кто-то фидит, что-то кто-то бегает. Дрим приходит только забирать фраги. Так, 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 так. Барабан нажал, побежал. Медведя увидел. И за счет того, что Дрим постоянно фармит, идут какие-то размены. Но Эмпайр продолжает вести две тысячи. Причем это вот как раз две тысячи Джаггернаута, можно сказать. Делает уже все молнии. Доделывает манту. Манта. Для чего здесь хороша будет манта? Для кого-то для Джаггернаута? Да. В комбинации с Диффузом. Я, кстати, понял, зачем он Диффуз купил. Диффуз – это оружие против Дазла очень хорошее. Нападаешь, выжигаешь манту за... Ну, то есть, во-первых, тебе не может отбежать. Ты просто вгрызаешься в него, выжигаешь ему всю манту. Да, мне кажется, он становится бесполезен. Против практически любого героя этот план плохо работает. Ну, как-то вот на личном ощущении могу сказать, что вот именно против Дазла это прям совсем хорошо работает. Как правило. Он ничего просто не может скастить. Там тот же самый Туск, да, вот ты, например, дашь ему Диффуз, он скастит Сноубол или Шардей. Какой-нибудь Рубик, он ворует Блэйд Фьюри и через Блэйд Фьюри уходит. Там лич может на себя щит повесить хотя бы. Как-то от физического урона защититься. А Дазла вообще ничего не может, если у него нет форстафа. Сейчас хотят убить Ширрского кота. У него есть Тимека и 1700 хп. Его довольно трудно будет двумя героями забрать. Но тут подходит. Ну, тремя. Тремя заберут. Хороший Синистер есть. Убегает Шиширр именно с таким звуком, но... О-о-о-о! Пришлось дать форстафа. Пришлось. Нормально. Это чуть ли не топовый Нетворс в команде врага. Там все примерно с одинаковым Нетворсом. 8500 у Сларка, 8400 у Дарксира. Так, да, этот фраг явно стоил того, потому что как-то прям... Не знаю, смотрел, до этого было 2000, стало 4. Там скорее кто-то где-то что-то подфармил, но тем не менее. Дарксир действительно очень грозен. Манта готова. Диффуз на Сларке готов. Форстаф на ОД. Нет, ну тут, конечно, прям очень все приятно. Форстаф, Блинк на ОД. Уже готов плюс-минус драться. Особенно после БКБшки все будет круто. У Джиггернаута есть Манта. Делает себе Молнии. Преимущество есть, комфортное. Кэри имеют сверх много. 12500, 11200 против 9700 и 9. И у Сларка при этом всего-навсего один стак. Вот как он вначале получил этот стак. Это прям вообще очень мало. Так, ну мы ждем какого-то медведя с Рейденсом, да? Когда уже... Да, я боюсь только что, когда этот медведь свой Рейденс приобретет, там у Девауэра не так уж и долго до Блэкингвара будет. Да, ему уже не так уж и долго до Блэкингвара. Ему остается где-то 1600-1500. Джиггер бегает, носится по карте. Мувспит у него хороший. Все фармит. Ультимейт через 30 секунд. Кстати говоря, скоро уже третий ультимейт. А это жестко. Видит его Палантимас. Он видит Палантимас. Палантимас понимает, что где-то что-то кто-то его спалил краешком. Не понимает где. Ну, в общем-то, просто забежал, посмотрел. Владмирс Дарксир делает, Грейвзы, насколько я понимаю. Ну и вот он, Рейденс готов. С появлением Рейденса, какие действия от Палаги? Что-то принципиально меняется. Надо выходить в пуш сразу. Или нет? Или да? Аганим на паке делается. Да, причем у Мадены есть трава, а этот Аганим должен дофармить очень быстро. У Джейфор могут возникнуть проблемки в боте сейчас. Прыгнет на него пак. С Сайленсом у Рубика ворованный Оншелл. Оншелл начинает прожигать арпа и да, легкий фрак. Хороший фрак, да? Да, зля. Да, какая-то денежка для Рубика. Опять-таки, все это инвестиции в будущий Форстап для того, чтобы спасать себя и тиммейтов от Фаунса Сларка. Ну, а Сларк вот как-то купил свой ШП и ни одного фрага, в общем-то, и не съел. Да, вообще, он только просидает по Нетворсу и все сложнее и сложнее ему. С этим Джаггером, который только и делает, что фармит. И вот Блэкинг Бар, как раз, о котором ты говорил. Он действительно появился. Ну, грубо говоря, ничего не успели сделать с этим Медведем. И вот уже Блэкинг Бар готов. Дрим. Ага, на Рошана. Что за таланты? 20 скорости атаки. Плюс 5 ко всем атрибутам. Ммм, кстати, плюс 5 ко всем атрибутам. Но, видимо, потому что мовспида и так тут достаточно. С таким айтембилдом. Так, Медвед. Не успели дать тычку. Вот сейчас, если бы тычку дали, Медведа бы убили, наверное, с ДД Джаггер. Но Медвед сыграл аккуратно. Убить Медведа это неплохо. Все-таки у него... Он затаренный. Именно в него все складывает. Кроме Мидаса. Так, нападение на Кату. Минус Ката. Плюс 200 для Джаггера. Уже неплохо. С ДД начинает бить Рошана. Пока аккуратненько бьет Рошана. Я думаю, больше провоцирует оппонента. Но, с другой стороны, Хилинвар стоит. ХП восстанавливается. Рошан потихоньку падает. А команда обходит. Медведь. Север Шор потрачен. Забегает еще один крип. Получает еще диффуз. Еще плюс 200. А в этот момент начинается драка. Прямо под шрайном. О, Диваурер. Нажимает Блэкинг Бар. Начинает раздавать. Джаггернаут бежит. Джаггернаут еще не потратил свой омнислэш. Тратит омнислэш. Залетает в крипов. Залетает в Дарксир. И Дарксир. Ай, Дарксиру больно. Какая-то тычка с огромного рейнджа, с хайграунда. ОД наконец-то выдается в ультимейт. Но J4 успевает дать Грейв. Против Грейва есть супероружие. Это Астрал. Погибает Даззл, но погибает и ОД. Пока размен 2 в 2. Джаггер все еще жив. Палантимас. Стаков нет, ничего нет. Тяжка Палантимасу. Цепляют Пака. Пак должен успевать уйти. Да, Пак уходит. Цеманес, Ларк. Минус Курьер. Минус Ларк. Ну, по-моему, Дрим здесь в соло перерезал всю команду. Я вот так смотрел. Диваурер много интеллекта своровал, но не задел своим ультом Лондруида. Он ультанул так, что попал только под Азлу. И если бы еще Лондруида подцепил Эклипсом, там вообще было бы без шансов. Ну вот мы видим, что 5600 нанес Джаггер. Медведь ближайший конкурент. То есть все остальные значительно меньше. Сларк там получил свой стак, еще один перманентный на этом УД. Но это, конечно, было очень-очень мало. И преимущество уже 7000. Очень круто все сделал Дрим. Опять же, он увидел Дарксира. Он убил этого Дарксира. Дарксир просто метался. Может, Гост какой-нибудь, я не знаю, в такой ситуации. Да не помешало бы, да, штука такая. Понятно. А, и, кстати, Чешир еще и нафидил плюс 400 с Доминатора. Очень жестко. Так, нападение. Ставится стенка. Вот чего не хватило, так не хватило. Вызывается иллюзия Джаггернаута. Иллюзия Джаггернаута убивает сам Дрим. Так, о, Сноубол от Рубика. Очень неплохо. Крест на Дазл. Дазл там в попытке подраться с Рошаном. Рубик все еще жив. Фантастика. Пошел ультимейт отлича. Забирает еще одного. Это еще фраг. А, это Палантимас был. Сноубол через секундочку. Не успевает дать сноубол. Дайбэк от Таска. Ускорение к Тапульте, чтобы не нафидить катый. Но Джаггер не хочет отпускать никого. Пять секунд! Чешир! Боже мой. Что? Что? Дазл сдался. Афк. Почему? И Дрим идет до конца. Нет, все, надо развернуться. Диффуз еще долго очень появлялся. Но это могла быть финальная драка для Аппаваги. То есть потом им уже будет очень сложно инициативу перехватить. Я думаю, что это... Деваврор очень хорошо раскачался. Да. Деваврор очень хорошо раскачался. Скоро у него Шива. У Джаггернаута готовится покупка бабочки. С Ларкомом... И без бабочки ты ничего предъявить не можешь. С бабочкой Джаггернаут будет просто бессмертен. Ну, мне очень нравится, как играет Дрим. Он прям так все круто сделал. Он встал в эту стенку. Нажал Блэйд Фьюри. За Блэйд Фьюри не убил свою иллюзию. Добил свою иллюзию сначала. Чтобы это... Она не натворила делов. Потом успел еще и вырезать опять всю вражескую команду. Прям уверенный в себе Джаггернаут. Ну и Аегис, конечно, ему отдают. Потому что у него стрик из 10 фрагов. Правда, знаешь, такой стрик уже... Ну, не то чтобы не обидно сливать. Но, насколько мы помним, после 10 фрагов стрик как бы перестает расти. И то есть вот он уже 5 фрагов, а не 4 фрага сделал. Можно сказать, которые... За которые бонус так или иначе не получится. Ну да, там растет только Нетворс. Но в целом... Все равно косарик за него дадут какой-нибудь. Ну, конечно. Если какой-нибудь Сларк сделает соло фраг на нем, я думаю, что даже больше. Каким-нибудь 1200, может. Так. Рубик. Со сноуболом. Ладно. Что? Для начала его надо убить. Ну да. Это верно. А пока что он набивает свой Нетворс, забирая еще одного. Это уже, наверное, пятый гриб, которого Адрим забирает. Ну ладно, вот. Из тех, что я видел, это точно четвертый. А это уже 800 золота. А, возможно, и того больше. Так. Ну, и того больше крипов, соответственно, больше денег. Пак покупает себе Аганим. Там пытаются какую-то засаду сделать снизу, но... Соперник не очень хочет возвращаться вниз. Соперник хочет ломать вам базу. И пак здесь уже готовится ставить Дрим Койл. Тот самый. На миллион долларов. Увидят пака. Медведь пытается, пытается проесть базу. Более-менее у него это получается. Джаггер справляется достаточно быстро. И все, отходят. Будут убивать Медведя. Прячут Мишку. Пытается подойти. Дает Север Шор. Получается Сайланс. Что? Ну, можно было не ультовать, конечно. Кодус, видимо, решил перестраховаться от каких-то неведомых мне причин, которые могли помешать здесь убить Медведя. Так. Типа у Джаггернаута. Джаггер уже начинает... Он не решил сделать... Бабочку не запаррил. У него барабаны Яша, ну, там, Манта, Фейзы на ускорение. Только таланта на мувспид не хватает в такой ситуации. Но, как мы видим, мувспида ему хватает и без него. Без этого таланта. Крипов быстренько убрал. Сверху пропушить ничего не успевает Дарксир. Можно заходить. Милишный барак. Так, ну что, а что по дефу? Что там у Сларка? ТП есть. Что у Дарксира? ТП есть. Они не дел... Они отдают? Дефать можно только со стенкой, а стенки нет. А-а-а. Без стенки тут невозможно сражаться. Ну, собственно, катапульты остаются доделывать работу. Далековато пак, но у пака есть травала. Травала сейчас будут использованы, и... Маден должен прилететь к своей команде. Он как раз летит на центр. Да, это крутая фишка, вот эти вот травала на паке. Именно против борьбы с предпушем. Но ставится стенку, но что дальше? Там все еще есть Аегис, Джаггернаут, Блэйдфьюрия. Просто забирают свою иллюзию. Можно как-то в вакуум его обратно подтянуть. Джаггер против всех один. Ну и все в итоге. Сейчас дождутся конца стенки, можно снова идти в атаку. Да, ничего не потратили. Действительно, можно подождать сколько там? 45 секунд или около того, или 30, сколько она стоит. 45. Я помню. Раньше у Дарксира на первом уровне была такая рофельная стенка, которая быстро падала. Секунд 15 она длилась. Скади готова. Надо дофармить где-то. Вот, в крипчике. Вот, скади готова. Ну и заходим, все. Стенки нет. Крипы есть. Снизу нормально. Там просто крипы пушат. Попытка зайти в спину. Я думаю, что это последняя. А, тут пак. Тут пак, который все палит. Нужно подождать, когда он спустится. Он спускается. Нужно еще немного подождать, но ждать уже некуда. Потому что бараки падают. Моден. Бежит медведь. Медведь, конечно, круто забежал. Все разведал. Неплохо. Но отличный чайник и Омни Слэш. Боже мой. Сентис Клипс. Нет, все. Это конечное. Дарксир живет еще какое-то время. Сурж у него вот-вот появится. Но он погибает и так. Попытка забрать Таска. Таска тоже забирают. Дарксир байбекается. Но это минус вторая сторона. Ну нет, тут все. Тут 18 тысяч. Ну все. Ну просто вот. Все. Сларк ничего не сделал. Но не сдаются. Хотят поиграть еще. 40 секунд не будет медведя. Имперцы же в атаку не идут. Но им остается только подать руку, скажем так. За вражеским троном. И он упадет. Подать лапу. Да, подать лапу. Дождаться у Мни Слэша, дождаться Эклипса очередного. Так, ну вообще... Пойти в атаку или завершить игру. Я как бы против спойлеров, но я прям не могу удержаться, потому что, суть по всему, Империю ждет уже очень грозный соперник в матче за выход во вторую стадию. Скрин обыграл за Панго. 2-0. Причем. Я ждал, я ждал, когда ружье скрина выстрелит. И вот, наконец-то, настал момент. Пройдены не только открытые квалы, но и первая стадия закрытых квал. Как вам такое? Падает у нас снизу Тир-2. Ну и заходят на последнюю сторону. Ну, что? Сэвэдж Рор. Дарк Сир. Со стенкой. Ну, в этот раз он возвращается пешком. О, просто бьют Тир-3. Пак все отпушил. Медведя убивают. Ну, кстати говоря, это очень неприятно. А, это второй медведь. То есть медведей теперь не будет вообще. Еще и Дарк Сира начинают убивать. Дарк Сира ловят. Дарк Сира убивают. У него байбека нет. Дазла тоже убили. Он байбекается. Г-г. Г-г. Б-г, как знаешь? Похоронный ультимейт от Кодеса на вражеском фонтане как бы намекает нам о том, что карта отправляется в копилку команды Эмпайр. Они выходят на ребят на пангу. Или, точнее, уже просто пангу. Нет, нет. Они не на пангу выходят. А, на скрин, а? Да. А, погоди. То есть мы сейчас будем точно... Я забыл, что это по вагу выходит на пангу. Это по вагу выходит на пангу как раз таки. И у нас будут. Причем скрин разобрался там еще быстрее. То есть там полчаса, полчаса. И катнул быстренько два раза. Две по тридцать. Команду зэпанга. И у нас получается зэпанга против павага. Знаешь, что объединяет эти две команды? Объединяет их то, что они были приглашены. А Эмпайр и Ачин Сити отобрались через открытые отборочные. И вот опять. 15-0. Ну, 15-0-7 джиггернаут здесь. И вот... 15-1-10 джиггернаут там. Ну, мне кажется, это жестко. То есть у него получается там 30 киллов и одна смерть только за две игры. Дрим, конечно, красавчик. Да, нас ждет матч по ваге против зэпанга. И это уже матч будет за выживание. Так что ставки как никогда высоки. Я не знаю, что происходит там с зэпанга. Возможно, там скрин просто какое-то второе дыхание поймал. Возможно, зэпанга проседают. Но вот очевидно, что по ваге дела, прямо скажем. То есть J4 и... Бигнум у них... Ну, посмотрите на их статистику. Что в той игре, что в этой игре. Кстати, как в этой игре-то посмотреть? А... Что? Что-то я не... Открываю тут не то. Не знаю, как вернуться в прошлую игру. А вот она, наверное. Нет, это все еще не то. Ну да ладно. В общем, мы идем на перерыв. И вернемся к вам на матч зэпанга против Павага. Да.